всем большой привет я сейчас выполню сразу несколько запросов во первых вы видите фон который вернулся это тюльпаны я решила что время от времени тюльпаны будут возвращаться потому что есть те кто больше любит не кирпичики от цветочки поэтому сегодня с нами будут тюльпаны второе девочки многие уже обижаются говорят почему одна декоративка на канале где уход но так как у меня нет покупок ухода то показать в принципе нечего и девочки попросили показать уходом которые я использую сейчас он будет такой разношерстный потому что в некоторых моментах у меня переход от одного к другому ну например это касается ухода за лицом ну вы сейчас сами все по ходу увидите и хочу сразу еще одну рубрику наверное я открою а может быть не рубрика просто вот в этом видео вставлю момент чем я пренебрегаю и вот благодаря этому ролику я думаю что я сейчас себя обязую использовать такие вещи в этом месяце и у меня это дело лучше пойдет то есть не буду пренебрегать но и попрошу девочек моих подписчиц напишите если у вас такое чем вы пренебрегаете но надо бы пользоваться ну теперь давайте обо всем по порядку я не стала нести пены соли какие-то вы знаете вот такие вот редко используемые вещи давайте буду только так вот конкретно что использую основное как мне в одном ролике девочка написала что зубную пасту ты не используешь ну в общем зубную пасту я тоже принесла шампуни вообще голова я решила в этом месяце использовать миниатюрки и пробники разных шампуней так получилось что у меня сейчас все что было открыто она до использовалась только нужно открывать новые шампуни бальзамы и это как раз тот самый переходный момент когда не надо ничего добивать а можно попользоваться чем-то новеньким и как раз я решила вот от керасис использовать тут шампунь и кондиционер очень интересно будет также ко мне вот не буду коверкать название такая такой шампунь в такой бутылочки приехал хочу попробовать он вообще не бюджетный очень дорогой приехал в коробочке красоты и хочу в этом месяце тоже попробовать поиспользовать маску я выбрала вот такую дуду да как да да как она называется я не знаю вот эта компания вы знаете я сегодня мыла голову и я ей уже один раз воспользовалась не знаю здесь еще на один раз или на два но я хочу использовать ее вот с этим шампунем как раз коричневым это супер маска расческа можно сказать не нужна после нее то есть вообще волосы гладкие шелковые замечательные напитанные не утяжеленные вообще супер просто маска понравилось тут 30 миллилитров буду рада если хватит на два раза и также я решила воспользоваться так давайте вот отсюда покажу тоже вот такая есть маска тоже была она у меня в коробочке красоты так поближе покажу за непослушными волосами то есть по сути должно тоже хорошо распутывать и разглаживать волосы тоже хочу использовать вот с этим шампунем коричневым надеюсь мне хватит вот этих двух масочек на этот шампунь также отдав вот такая парочка увлажняющий шампунь и кондиционер будет в использовании в этом месяце и от и фраше вот такие два пробника тоже и шампунь и не знаю ополаскиватель или кондиционер здесь входит но в любом случае по кондиционеры и тут и тут кондиционер вот самое то для зимы потому что ополаскиватели не имеют функции убирать электризацию волос а зимой когда начинаются шапки это хорошо пригодится нужен кондиционер и также я продолжаю использовать вот такой бальзам оригинальный поближе покажу вот такой твердый бальзам он как мыло так вот обещается давайте покажу поближе то что когда закончится мне будет кроме баночки пустой ничего показать выглядит действительно как кусочек мыла и очень хорошо он в использовании то есть волосы действительно чувствуют что это был бальзам дальше покажу то чем я пренебрегаю но хочу воспользоваться в этом месяце это масло масло для волос объясню почему я ими стала пренебрегать оказывается только лет вот я пользуюсь такими вещами я узнала что масло нужно использовать конкретно под свою структуру волос бывают девочки ругают масло и говорят что пересушил волосы оказывается есть масло которые подходят для сухих волос есть масло которые подходят для жирных волос и путать это нельзя то есть не масло плохое а мы сами пользуемся неправильно я про это именно ничего не говорю это замечательное кокосовое масло но в любом случае в интернете много очень информации на эту тему я сама ее собираюсь хорошенечко исследовать и вам советую если вдруг вы это еще не делали поэтому пренебрегаю маслами масками домытья головы обычно я ими всегда занималась особенно когда у меня сыпались волосы я просто обязательно ухаживала а вот когда волосы остановились волосопада нет то я стала пренебрегать вроде побыстрее хочется вымыть и все но тем не менее для профилактики ну хотя бы раз в две недели нужно это делать вот так мне хочется по крайней мере так теперь что-то я так чувствую ролик у нас будет длинный я села видимо поболтать теперь давайте чем мы будем мыться с вами ну мы с вами я буду мыться а был в пустых баночках потом рассказывать от oriflame я взяла от киев с ароматом киви вот такой вот гель для душа он густой смотрите какой со скрабирующими частичками это тогда когда мне надо по-быстрому помыться тут и скраб и гель и аромат приятные в общем одни плюсы я уже им видно активно пользуюсь и второе что я взяла когда уже хочется и поскрабировать себя и помылиться это вот такая парочка не буду читать название гель для душа сила витаминов и скраб для тела упругов и тонус вот такая пара в геле тут прям тяжеленький такой 300 миллилитров сначала мы лишь сагелем а потом используешь скраб скрабе тоже тяжеленький тоже 300 миллилитров давайте скраб покажу я им уже раза три пользовалась он достаточно густой аромат у него такой с кислинкой вот ощущение что там вот либо клюковка вот что-то такое кисленькое там или цветочки какие-то такие на вербену похожи но в любом случае приятный такой цитрусовый немножко аромат наверняка здесь написано да смотрите имбирь вербена тростниковый сахар финиковая косточка масло шиши помника имбиря и бергамота ну вот имбирь да имбирь и вербена точно вербену я вот и учувствовала она похожа на цитрусы замечательный конечно вот эта пара замечательная тут один дизайн настолько привлекает глаз внимания и глаза просто отдыхают на этой паре рука тянется и очень приятно купаться и когда в ванной стоит такой позитив так дальше чем я буду пачкаться после того как я все из себя смыла выбрала в этом месяце два средства оба масла это крем масло для тел ее величество роза от фаберлик я обожаю аромат розы я им еще не есть не пользовалась только поставила в использование мой так приятно пахнет но обожаю я розу на самом деле давайте тут уж мы с вами поковыряем очень густое видите прямо это реально масло ароматное приятное мне его хватит надолго потому что с такой плотной текстуры это обычно долго играющие средства но и второе масло для тела это масло макадамии вот так она выглядит баночка тоже это надолго но ножи же сейчас вам покажу вот оно вот такое но если вот так то видно уже подцепляется приятно приятно пахнет печеньками масло макадамии многие его любят особенно зимой ой приятно она уже жиже но по текстуре то что вот я подцепила его тут хватит на всю руку то есть я так думаю что с этими баночками я буду долго играться мне хватит на несколько месяцев у у меня только закончились все кремы для тела и вот это то что я только открыла ну и также я хочу до использовать мне присылала настюша вот этот крем от авен я просто боюсь что на следующее лето наверное уже срок годности будет сложно так долго держать хотя тут написано до 19 года но он у меня открытый летом меня этот крем и мою семью просто выручал особенно на море тут где-то половина но я думаю когда вот сухость кожи как особенно когда будет холода на улице а батареи будут горячими он мне тоже будет нужен пригодится и буду использовать в нем 200 миллилитров он хорош и при раздражении даже кожи может быть какие-то опрелости классный крем у него очень интересный дозатор так я сейчас вам покажу вот смотрите на него буду щас давить и поперс нужно очень сильно давить нет ничего не выдавил вот видите сначала вылазит носик раз еще раз покажу вот видите вылазит сначала носик такой и только потом выходит продукт очень интересно и детскими руками ничего не выдавишь то есть нужно прилагать усилия и когда его останется тут поменьше я его обязательно перелью тоже в круглую баночку потому что воевать с такой тубой особенно влажными руками после душа будет уже невозможно то есть ему нужно будет отсюда обязательно переложить так все я вся в креме вся в аромат их далее ну насчет зубной пасты во первых у меня их 2 1 от сплата она заканчивается я не стала ее нести хочу обратить внимание вот на эту вы знаете это отбеливающая зубная паста она супер она такая классно она действительно чистит зубы классно она немножко выбеливает их чудес не делает но выбеливает отлично то есть на то на что способны выбелиться ваши зубки лично вашего темаль то она это делает очень красивый дизайн самой упаковки я забыла ее взять сюда даже упаковку не выкинула буду в пустых баночках показывать вместе замечательной пасту покупала я в магнит косметик она не дешевая где-то в районе 150 рублей но бывают скидки можно поймать по скидке чуть дешевле скрабы так первый скраб я вот так покажу на самом деле тут вот вот такое количество скраба просто я перелила вот с таким дозатором мне это удобно здесь скраб с умывалкой которая показывала в последних пустых баночках от малая herbles то есть это все еще он я пустую банку не стала сохранять показала выкинула было тут вот так я свою оценку дала но когда он закончится я снова перелью сюда следующий скраб и буду опять пользоваться очень мне нравится вот это вот штука с дозатором следующий скраб для лица от планеты спа превосходное очищение у меня их даже два еще в запасе один тут осталось половинка это хороший щадящий скраб на кремовой основе то есть не повреждая кожу вы спокойненько немножко так слегка скрабируете кожу и получаете удовольствие для ног от foodworks скраб для ног мохито и лайм он такой легкий гелевая консистенция достаточно жидкий и если чуть больше нанести на руки то пока вы распределяете по ногам сквозь пальцев он может от вас убежать поэтому нужно так разумное количество выдавливать чтобы средство не утекло напрасно в ванну он очень легкий для меня вообще мне присылали девочки дарили но сама я стала не покупать скрабы для ног потому что вот скраба для тела в моем случае достаточно если недостаточно то я пользуюсь пензой далее ну и покажу еще один скраб тоже я им пренебрегаю раз или два в месяц пользуюсь конечно это от мэри кей это скраб для губ прикольная такая вещь на самом деле у кого шелушатся губы это супер средство это отличное средство но в уходе просто будет необходимо и это средство хорошо если вы пользуетесь матовыми помадами то есть теми помадами которые могут подчеркнуть недостатки губ тогда сначала вот таким скрабом вообще вот в этой линейке есть и бальзам для губ я его не взяла сюда только скраб взяла они идут прямо в паре и можно после этого скраба того бальзам чека нанести а потом уже когда чуть-чуть впитается удалить лишнее и наносить помады но замечательный вот этот скраб замечательный просто губы без проблем и поэтому я пренебрегаю ну и в отношении очищения хочу в этом месяце использовать очищающую полоску я раз три четыре месяца только ими пользуюсь потому что у меня поры не расширены только на крыльях носа и мне хватает вот раз в четыре где-то в месяц такой полоски и опять можно забыть надолго пор у меня не закупориваются поэтому вот как-то так иногда бывает что полоска остается чистая но бывает что было необходимо дальше если в отношении мытья чем я пренебрегаю на в этом месте я хочу это сделать я в принципе этим пренебрегала из-за погодных условий в квартире это грязь мертвого моря у меня вообще есть две такие маски для тела с грязями эту мне присылала лерочка из израиля у нас было очень холодно пока не дали отопления стоять 20-30 минут с маской на теле ты будешь просто как великий пупырка то действительно об тебя можно скрабироваться будет от холода будешь покрыта пупырышками вот но сейчас это сделать можно единственное что конечно нужно набраться терпения поскрабироваться и потом вот конкретное время по моему 20 тут минут или 30 написано но вот это нужно будет время выстоять меня сегодня звали в сауну я поленилась идти но если бы я пошла это было бы идеальное средство для сауны то есть распарилась и потом вот эту масочку бы сделала но я ее сделаю в домашних условиях лере вообще огромное спасибо дальше чем я тоже люблю пренебрегать и это то что я обычно нормирую то есть сама себе в начале месяца откладываю количество масок для лица и я понимаю видя их что надо использовать это очищающая маска на основе грязи мертвого моря и кто 2 то есть такое очищение будет необходимо раза два в месяц вот такую маску я приготовила очень красивая такая бутылочка она ко мне только-только приехала в коробочке красоты вот такая буду использовать и две вот такие шелковые ленты с экстрактом ромашки и с коллагеном вот здесь вот настолько бледно написано да вообще ничего почти не видно то есть это моя программа максимум и я стараюсь вот эту увлажняющую маску использовать потому что когда пользуешься тканевыми или вот в таких вот упаковочках то начинаешь пренебрегать тубами у меня тут осталось уже немножко и маска хорошей ее не надо смывать ее лишнее только стираешь ватным диском остальное остается поэтому такая маска для меня хороша либо на ночь либо ранним утром когда еще рано делать макияж вот далее не надоело я еще ответом вода долго еще говорить бальзам для губ у меня только что закончился ушел в пустые баночки тем которым я постоянно пользовалась и у меня открытые тоже в использовании вот такой красивенный шарик тоже видно я им пользуюсь активно приятный аромат ванили и очень приятное нанесение и вот эта текстура на губах то есть утром просыпаешься губы они еще чувствуют питание этого бальзама они такие напитанные классные увлажненные при этом вазелина на них уже нет вот он очень приятный очень классный наношу кистью и мне очень очень нравится так для рук для рук у меня на самом деле три крема первый это ночной он у меня стоит около кровати он очень давно стоит ну как очень месяца два месяца три-четыре наверное уже стоит и тут где-то половина потому что на ночь я немного наношу и поэтому он то очень экономно расходуется от бархатных ручек также дневной у меня тоже идет от бархатных ручек магия тиаре он жидковатый такой но хорошо очень питает руки и при этом не оставляет жирности пленки то есть я могу спокойно с этим кремом работать и еще один крем который является уже пожирнее немножко вот такая малышка с красивой пробочкой похож на локситан вот так вот он выглядит он уже погуще даже такой густой достаточно его надо совсем чуть-чуть и он более питательный тоже с огромным удовольствием использую для ног я использую 2 крема но один из них идет крем для рук от формона я этим кремом после душа наношу его на ноги под носочки густой жирненький классный крем он так смотрите на показания обветренная чувствительная кожа рук то есть он такой очень-очень питательный и моим ногам просто ну так он понравился у меня руки беспроблемные поэтому им не надо вот против обветренной кожи вот такой жирный крем а нога моим очень нравится и они говорят мне всегда спасибо тоже давно давно у меня месяца три стоит в ванной потому что использую я его примерно один раз в три дня то есть не каждый раз а на кроватный около кроватной тумбочки на ночь я использую от этно ботаника мне он очень нравится тоже он легкий то есть если ноги проблемные вы его и не почувствуете на ногах но для моих ног он приятен и в использовании и аромат мне нравится так для волос я еще не показала сухой шампунь от эдван техник сетаты иван я сейчас использую он очень слабенький то есть те требования которые я предъявляю сухому шампуню он не выполняет единственный плюс на черных волосах его не видно но это является и минусом в нем не так много талька он не настолько очищает и вообще не делает объем вот то есть слабенький на час-два и потом ваши волосы хуже чем были но в любом случае у меня они есть поэтому я их использую следующие кремы для лица так дневной у меня сейчас идет от и фраше вот такой сером лежит таль мне очень нравится вот такие малышки использовать он хорош он немножко жирненький я его не наношу когда нужно сделать сразу макияж стараюсь за час до макияж чтобы он успел впитаться и уже быть на коже а второй крем идет от oriflame это уже очень такой питательный хорошенький крем он жирненький я его использую больше на область шеи декольте прямо очень нравится на на эту область далее ночной крем от эвелин косметик орган и олива вы знаете такая большая банка мне дарили оленька дарила я сначала думала что я такой крем буду использовать пол жизни но мое было удивление когда донышко то оказалось вот то есть вот здесь во первых вот этот вот круг он тоже обманка тут прямо все и вот прямо вот буквально вот досюда и вот без этого круга ну видно вам наверное что она на самом деле не все так страшно и не все так много вот его осталось прямо капелька я вам говорила что уход у меня сейчас будет меняться вот этот крем он мне очень нравился это действительно ночной хороший крем мне он очень подходил и прямо вот был идеален и вокруг глаз вместе с этим кремом тоже от эвелин тоже мне оленька присылала миссис смит тут тоже я не знаю вам видно или нет но тут вообще почти уже ничего нету на донышке я уже просто сейчас покажу что делаю то есть вот прямо полностью так вот уже подкатываю уже тут вот так вот загибаю чтобы вот хоть что-то отсюда выпрыгнуло но я сейчас не буду потому что последние мои капельки удаляться я останусь без остаточков но они у меня молодцы оба смотрите закончились одновременно так сюда его уже вместе с этим я использую вернее даже под крем для век вот такой вот бальзам сыворотка как он называется охлаждающий гель для кожи вокруг глаз он идет и с охлаждающим эффектом этот гель и он от темных кругов под глазами но сильно круги не убирает но вот этот приятный эффект массажа освежение он дает он еще полный он у меня больше уже пойдет так не надо больше падать лежи лучше он у меня больше уже подходит для следующего ухода за кожей вокруг глаз то есть вот этот крем был один в использовании дезодорант которым я сейчас начала пользоваться у меня только закончился шариковый этот я использовала на юге в августе но он бесконечный это на очень долго мне кажется таким можно год пользоваться и он не закончится он такой кремовый вот так выдавливается и наносите на область подмышечную приятный аромат цветов пару раз он у меня в самую сильную жару подводил но так подводил это я сама знала что чуть-чуть подвел на самом деле он работал неплохо придираться нет смысла а сейчас вообще работает исключительно погода не такая чтобы прямо у вас все текло и вы потели но во время уборки по дому например мытье полов это все равно заставляет женщину потеть и он защищал дальше дезодорант который я очень крайне редко использую это от каме мне не нравится аромат его аромат перебивает все парфюмы может сутки держаться на одежде то есть вот 48 часов это не защиты а это столько будет на вас держаться этот аромат поэтому крайне редко я им пшикаюсь я им даже не могу как свежителем воздуха воспользоваться я так думаю что мы с ним просто расстанемся потом и все и еще один дезодорант это дезодорант для интимной гигиены у меня такой был один я его с трудом добила у меня аллергическая реакция стала вот на эти вот пшикалки я сначала думала что у меня аллергия именно на этот дезодорант но нет оказывается я просто стала воспринимать вот эти все спреи это касается и освежителей воздуха и всех вот этих вот дезодорантов в спреях поэтому у меня больше идут шариковые или вот такие вот в таких тубах ну потихоньку я его допользую знаете я его использую когда пшикнула и вылетела из комнаты ну правда нижнее белье успевать надо одевать и выбегать в общем так воздух не держишь держишь в себе не дышишь и выбегаешь так и еще что я забыла показать ну как бы нет я не забыла просто я пропустила по очереди это то чем я смываю макияж перед уходом за лицом перед кремами во первых это мицеллярная вода от гарниер этой мицелляркой я хорошо смываю и сводчи когда показываю свои косметички и она хорошо убирает макияж с лица мне нравится и также для снятия макияжа с глаз я использую от грин мамы молочко оно тут бесконечное тут 300 миллилитров это очень много для кремового для кремовой смывки ее надо немного на ватный диск и смывает идеально не надо тереть и ранить как то кожу вокруг глаз здорово мне очень нравится прям вот очень очень нравится и последнее что я сейчас использую вместо тоника я от oriflame сейчас использую вот этот вот как он называется спрей спрей для лица освежающий действительно дает освежение единственное я брызгаю не на лицо а на ватный диск и использую как тоник мне нравится сначала долго не знала как им воспользоваться но вот потихонечку он у меня уходит и понравился все больше ничего не принесла мне кажется итак ролик получился длинный напишите пожалуйста чем любите пренебрегать вы чего ленитесь может быть не то что пренебрегаете а лень вам делать и наносить мне будет тоже очень интересно надеюсь со мной было интересно вам тоже спасибо огромное за внимание за просмотр всем до новых встреч и всем пока